Вот этой трехдневной работе, которая проходила 18-19-20 декабря на территории города Балакова по заключению договоров с региональным императором, предшествовала встреча на площадке торгово-промышленной палаты, которая проходила на прошлой неделе, и все претензии, может, доводы, объяснения, которые проходили на тот момент, в конечном итоге свелись к простому предложению с нашей стороны, со стороны администрации Балаковского муниципального района, со стороны торгово-промышленной палаты, к региональному императору приехать с полномочиями подписания договоров выездной группы на территорию города на несколько дней и заключать и разбираться здесь и сейчас по конкретным договорам, где есть какие-то недосказанности. Что и было сделано. Руководство регионального оператора в лице двух заместителей, Медведева, Юлия Павловна и Калемина Алексея Косинофоновича, приехали на территорию города Балакова. Первая встреча 18-го числа проходила в Бинс-инкубаторе. Первый день мы в основном уделили внимание всей бюджетной сфере, и хотелось бы сказать, что на данный момент бюджетная сфера имеет полностью все заключенные договора за остаток 18-го года. Они же пролонгируются на практически тех же условиях на 19-й год, где и стороны регионального оператора пошли навстречу. По каждой школе, по каждому детскому саду принято было решение вывозить по объему накопления, но по реальной объективной картине, без, так сказать, утайки. По каждой школе был выверен все объемы. И последующие два дня региональный оператор работал здесь, на территории торгово-промышленных палат. Хочется отметить о том, что, конечно, договоров хотелось видеть бы больше, потому что заключили всего 8 договоров, но было направлено 26 пакетов документов на заключение договоров. И хотелось бы тоже сказать, что очень много, львиная доля, скажем так, приходящих предпринимателей, они обращались именно за консультацией. А за консультацией почему они обращались? Они раньше даже не начинали заниматься тем, что с вами договоры заключались? Мы столкнулись в Балаково с совершенно определенной проблемой. Мы видим, как в Балаково предприниматели, ну, если называть вещи своими именами, уходят от заключения договоров. Мы также видим, что здесь продолжают работать на рынке иные мусоровозящие компании, которые не заключали соответствующих договоров с региональным оператором. И куда девается этот мусор, мы сведений об этом достоверных не имеем, поскольку этот мусор идет мимо наших объектов. Соответственно, у нас есть позиция, при которой с 1 января текущего года у мусорообразователей становится обязанностью заключить договор с региональным оператором. Это федеральное законодательство, и мусорообразователь обязан заключить данный договор. Что позитивного? Самый главный и позитивный момент, это то, как заметил Александр Александрович, вся бюджетная сфера Балакова, если можно так сказать, полностью вышла из тени в мусорном вопросе. Не во всех районах можно говорить о стопроцентном охвате бюджетной сферы договорами с региональным оператором. Это действительно большое достижение Балаковского района. Что касается темпов по заключению договоров с региональным оператором со стороны мусорообразователей, наиболее крупные предприятия эти договоры уже имеют. Речь идет об многих мелких компаниях, которые в массе своей не самые большие мусорообразователи на территории района. Но тем не менее темпы, с которыми эти договоры заключаются, я бы оценил как недостаточные. Потому что 8 договоров и 32 заявки – это обычный режим работы нашего центра, например, на Тарнавской. Что важно, как отметил Роман Сергеевич, многие предприниматели приходили за консультациями. И здесь есть два очень интересных и показательных момента. Первое. Все обращающиеся предприниматели услышали, что региональный оператор готов заключать договоры и делает это. В том числе по правилам коммерческого учета. Это означает контейнер, его вместимость и периодичность вывоза. Мы возьмем деньги ровно за тот объем мусора, который у предпринимателя реально образован. То есть не обязательно использовать нормативы, которые многим кажутся завышеными. Предпринимателям была создана возможность, исчерпывающая, для того, чтобы они могли прийти, подать заявку, заключить договор и заключить это здесь и на месте. Воспользовалось этой возможностью, подчеркиваю, всего 8 человек. Заявки, которые мы собрали, значит, по ним в ближайшее время договоры будут заключены. Почему на уровне заявок? Потому что где-то кто-то какой-то документ не донес. Это будет сделано в плановом рабочем порядке. Здесь следует отметить, что работа офиса в любом случае будет работать каждый день по тому адресу. Совершенно верно. У нас здесь есть офис постоянного присутствия, где в плановом порядке можно отрабатывать все эти договоры. Здесь надо отметить еще, что отдел потребительского ринга, который при администрации все три дня, то есть Фазии Грибовича обзванивали предпринимателей и тоже оповещали о том, что есть такая возможность прийти и проконсультироваться или заключить договор. Как всегда, пока гром не гремит, как говорится, мужик не перекрестится, наверное, и в данном случае этот договор работает. Но тем не менее все предприниматели, которые желали, которые очень хотели, которые беспокоились и беспокоились за свой бизнес, они были все здесь. Я с своей стороны добавлю, что Александр Александрович абсолютно прав. Кто хотел, тот пришел. Кто хотел услышать, тот услышал. Кто не захотел услышать, даже когда ему говорили в ухо, он сделал вид, что он не слышит. Но, к сожалению, это так. Но для понимания в совокупных цифрах, по нашей оценке, порядка 85-90% всего объема ТКО для нас сейчас прозрачные. Речь идет максимум о 15, вполне возможно, о 10% объемах ТКО, которые пока еще двигаются в неизвестном для нас направлении. Блоковцы вообще конкретные люди, они хорошо считают, они умеют хорошо считать. И здесь, я думаю, что они еще раз для себя примут решение, разберутся, как формировать мусор, как его разделять, как транспортировать, как происходит захоронение и где можно сделать реальную экономию, а может быть даже и выгоду на сборе мусорных отходов. Еще есть экологическая составляющая, помимо денег, которую тоже надо учитывать, воспитывать, наверное, тоже и среди детей. Потому что в любом случае это все делается для того, чтобы минимизировать те захоронения, свалки, образования, которые тоже влияют на экологию, то место, где мы живем.